Наши сельхозпредприятия столкнулись с беспрецедентным вызовом, когда часть семян, оплаченных еще в прошлом году, не была поставлена. Особенно эта остро проблема встала по семенам подсолнечника, с кукурузой все более-менее благополучно. Но вот селекционеры отечественные говорят, что мы обеспечены семенами кукурузы, потому что у нас иностранные селекционные компании стали выращивать ее на наших землях. Сделали участки гибридизации и только благодаря этому семенами обеспечены. Скажите, пожалуйста, вот вы как селекционер могли бы оценить долю рынка, которую занимают наши отечественные компании? И какую долю занимают зарубежные компании? Видится ли вам опасность в этом? Таких точных данных у нас нет, но у нас есть оценка нашей ассоциации, производитель инцидент кукурузы. Согласно этого, российские семена кукурузы занимают более 50% от общих площадей, если взять семена, посеянные на зерно и семена, посеянные на селек. Но дело не только в том, что таких семенов только посеяны. Возможно, их могло быть посеяно и больше, но площадь, занятая отечественными семенами, зависит от многих факторов. Не только от их качества, не только от того, что они дают большой или маленький урожай. У отечественных компаний нет такого маркетингового опыта, как у иностранных компаний. Нет такого финансирования, чтобы в каждой области держать отдельно консультанта и отдельно несколько человек-продавцов. Вы, наверное, знаете, что в Краснодарском крае крупные семеноводческие фирмы иностранные, сколько имеют сотрудников. Как только в каком-либо институте молодой человек или молодая девушка защитила кандидатскую диссертацию, тут же их, значит, приглашают в себе иностранные компании, заводят их обучение до более совершенного уровня, то, что касается маркетинга, то, что касается, значит, консультации. И, естественно, они имеют больше площадей. Если в течение какого-то времени отечественные компании научатся также продавать, то, возможно, процент площадей, занятых отечественными семенами, увеличится. И я бы хотел здесь подчеркнуть еще одну важную, важнейшую деталь. За каждой крупной семеноводческой иностранной компанией стоит еще более крупная химическая компания. И, естественно, они выходят на рынок иногда с пакетными предложениями. Выходят с предложениями от обработки семян до уборки, предлагают весь пакет сред защиты. И, таким образом, в последнее время иностранные компании все больше внимания уделяют технологии, агротехнике. И, таким образом, проводят на территории Российской Федерации всевозможные мероприятия, школы, академии, так называемые. И получается, что по их планам работы, по их умению финансировать все это, по их умению продавать свои семена в 3-4 раза дороже, чем стоимость российских семенов, из этого всего складывается некое такое комплексное преимущество. А у отечественных компаний нет возможности проводить такую работу? Совершенствовать агротехнологию, например? У отечественных компаний есть возможность, есть соответствующие знания по агротехнике, по технологии. Но, имея в виду, по какой цене они продают свои семена, у них нет таких финансовых возможностей для того, чтобы так широкомасштабно проводить. И, конечно, значит, уже в 1910 году, например, в Америке были изданы пословия, которые обучали, как нужно продавать. А мы последние 30 лет только методом проб и ошибок пытаемся постичь азу вот этого искусства продавать. То есть наши компании хуже только в маркетинге, а в качестве предлагаемых гибридов не хуже? Нет. Дело в том, что мы работаем самостоятельно как селекционно-селеноводческая фирма с 1991 года. И я вам скажу, что на наших глазах проходит улучшение работы селекционных фирм Российской Федерации, особенно за последние 10 лет, значит, и российские компании значительно начали выпускать более, значит, хорошие гибриды кукуруды. Ну, например, больше всего наша компания и вообще, значит, некоторые ведущие институты, например, Российский институт кукуруды, больше всего были нацелены на выпуск ранних тел гибридов кукуруды. В этом сегменте мы имели преимущество, почему? Потому что на юге мы слабо конкурировали с иностранными фирмами, и в центральных областях по зерновой продуктивности, и, значит, мы производили силосные гибриды от среднего до очень раннестылой группы. И вот в этих группах мы только могли реализовывать свои семена. Поэтому вот сложилась такая специализация, что у российских фирм, частных российских фирм, больше всего семян ранних тел гибридов. Понятно. И в этом сегменте мы более-менее так, значит, конкурируем. Но в последнее время крупные фирмы обратили внимание и на этот сегмент, и начали выпускать ранних тел и простые гибриды, и мы сейчас там тоже имеем значительную конкуренцию. Скажите, вот у вашей компании конкретно, сколько созданных гибридов кукурузы по зерновому направлению, по силосному направлению? И какие гибриды вы бы могли назвать бестселлерами или самыми популярными? А может быть, еще очень новыми, поэтому нераспробованными аграриями, но гибридами с большим потенциалом, скажем. Да, я вам говорю, рассказываю. В последние два года, в 2021-2020 году, мы зарегистрировали пять гибридов. Среди них пять гибридов – это ранних тел и один гибрид – позже тела. Мы можем сказать, что вот по этой группе гибридов, то они будут иметь значительную популярность в таких регионах, как Келябинск, Свердлок, Курган, Вологда, Омск. Вот. И это такие гибриды, как Северина, Берта, Вилора. Значит, кроме этого, мы позиционируем свои ранних тел и гибриды для использования в повторных посевах после уборки коробка, значит, зимового ячменя на арашуни. И, значит, с использованием этих семян можно получить второй влажай кукурузы до пяти, до шести тонн гектара. И мы вот эти ранних тел и гибриды, в том числе, зарегистрировали в 6-м южном регионе для того, чтобы их использовать в повторных посевах для увеличения производства зерна кукурузы. Ну, это гибриды как раз на зерно, да? Да, на зерно. Для получения. Мы позиционируем эти гибриды для получения зерна, начиная от Тульской области, Рязанской, Владимирской и далее. А в Свердловске, там, в Келябинске, то из них получают сарно-оскоростки. Расул Азвиталиевич, скажите, пожалуйста, а по урожайности Вы можете сориентировать, какую можно получать на Багаре, на Поливе, вот в этих регионах по гибридам? Мы можем только комментировать те результаты, которые были получены в государственном испытании. В государственном испытании есть функции, начиная от 5-7 до 8 тонн получали зерна. В этих северных регионах, в которых раньше они как бы и не думали получать зерно, но теперь везде пошло такое желание большое – получать именно зерно. Минимум на что согласается – это получить карнаш. В частности, во Владимирской области сейчас используются в наших гибридах, такие площади возрастают. В Рязанской области возрастают использование наших новых зерновых гибридов. Ну, например, хозяйство большое в прошлом году попробовали 20 гектаров прохладности 185-й. В этом году увеличили посет на зерно и все эти уже 300 гектаров. То есть вот по этим вновь созданным гибридам у нас еще результаты недостаточно, чтобы говорить. Вот уже в этом году, в сезоне 2022 года, мы получим уже урожай на больших площадях, и можно будет говорить о каких-то цифрах. Понятно. Я общалась предварительно с некоторыми сельхозпроизводителями, спрашивала их о том, чем хороши отечественные семена, отечественные гибриды кукурузы. Все отмечали, что они стоят дешевле, чем зарубежные. Но при этом аграрии говорили, что бывают и проблемы у наших гибридов. Например, плохая влагоотдача. То есть это такая палка о двух концах. С одной стороны, отечественные гибриды засухоустойчивы. Они не проваливаются, если год сложный по погодным условиям. Но в то же время в уборку это создает трудности. Скажите, пожалуйста, что скажете вы? Это миф, который распространяется среди аграриев? Или правда есть какие-то проблемные такие точки у наших гибридов? Можно ли их избежать, вот этих проблем? Мы не все, которые говорят, что отечественные гибриды гораздо лучше, чем иностранные. Мы так не можем говорить, любить с профессионалом. Почему? Потому что иностранные гибриды, как правило, простые гибриды. В случае стречивания двух линий кукурузы, значит, гибридная сила, то есть гетерой, гораздо выше, чем у гибридов трехлинейных. Поэтому, значит, простые гибриды в группе ПАО от 200 до 300 иностранные гибриды имеют значительное преимущество. Что касается влагообдачи, да, действительно, этот вопрос тоже, значит, очень важен. Чем больше мы продвигаемся на север, чем короче визитационный период, важное значение приобретает способность гибриды отдавать влагу. К сожалению, по этому показателю мы пока отстаем. В агрессивный отбор всего есть один гибрид, ПАО-450, который очень хорошо отдает влагу. В Краснодарском крае он высчитает вплоть до 14-13% влажности. Но не всегда это тоже хорошо. Я вам привожу пример. Для того, чтобы получить высококачественную пищевую кукурузу, вообще желательно тушить кукурузу, убирать в початках, тушить в початках и обрушивать. Только в этом случае получается неиспорченный крахмал, высококачественное верно кукурузу. Понимаете, нельзя так однобоко рассуждать, что вот только отдача влаги, это имеет большое значение. Например, в Сенгии отдача влаги вообще не имеет никакого значения. Они убирают в початках, складывают в таких продуваемых сапетках и прекрасно как бы досушивают. И потом погода им позволяет подвестили гибриды ПАО-5600 держать в поле вплоть до конца октября и вплоть до ноября. И вообще убирать только тогда, когда им эта кукуруза понадобится. То есть в России тогда огромные площади, когда стала очень популярна уборка кукурузы прямым комбинированием. Особенно, когда землю разделили на маленькие кусочки, и хозяева не имеют ни хранения, ни сушки. И они заинтересованы прямо из-под комбайна продать это зерно, уже не оглядываясь на качество. Вот какие условия обратили внимание в России на высыхание зерна. Понятно. Но в принципе, допустим, можно купить зерносушильную машину и досушить это зерно, и тогда проблем не возникнет. Да, конечно, дорогая. Конечно, но это ведет к некоторым ударам, потому что сушка – это энергия, это дополнительная работа. Но, видите ли, допустим, до того, как распространились иностранные зерны, до того, как распространились технологии прямой уборки, собственно говоря, на эту влажность никто не обращал внимания. Но сейчас обращают внимание, но опять-таки, я так думаю, что уже мы встречали такие примеры, когда хозяева говорят, у нас есть мощное сушильное хозяйство, для нас важен высокий урожай. Вот. И не обращают внимания на вот эту быструю отдачу влаги после созревания. Есть ли такие примеры? Мир многообразен, и вот когда мы пытаемся все сделать однозначным, однообразным, из этого ничего не получается. Есть примеры, когда люди именно выбирают наши гибриды, скажем так. Ну, к ряду, к ряду 18-20 лет высевают их. Вместе с тем мы знаем, что они пробовали наряду и иностранные гибриды. Но, однако, скажем, надо разумно подходить. Если ты производишь, допустим, карма или сила, все равно наши гибриды имеют преимущество по поедаемости и по усваиванию. Не зря же в 15-м году проводился конкурс «Лучшие силы в России» в 2015 году. И наш гибрид занял первое место по качеству силы. Поэтому не все так однозначно. Я бы больше внимания уделил тому, что сейчас российским компаниям необходима поддержка в том, чтобы оснастить их всем необходимым. И тогда у нас, например, в результате 30-летней работы накопился уже значительный селекционный материал. И он отвечает современным всем требованиям. И я думаю, начиная с 2024-2025 года пойдут уже гибриды, которые вполне будут и конкурировать со всем показателем. Вы говорите, что нужна поддержка в оснащении. А чем именно нужно оснастить компанию? О чем идет речь? Ну вот, например, сегодня конкретный пример привожу нашей фирме. У нас есть 2006 года, и то мы его брали на вторичном рынке, шестерядный початко-уборочный комбайн, предназначенный для уборочных початков. В Белоруссии начали выпускать такие комбайны. Сегодня мы обратились, дошли вплоть до завода, дошли до их представительства. Вот здесь, в Краснодарском крае, но у них теперь нету шестерядных комбайнов и нету в производственном плане выпускать такие комбайны. Потому что в этом комбайне были какие-то иностранные запчасти, которые теперь они не могут получить. Затем речь идет о качественных сейлках. Мы, например, работаем по нулевой технологии. Нам бы желательно иметь 12-рядные сейлки из тех образцов, которые мы попробовали. Больше всего нам понравилась гидравлически складываемая сейлка Кинзи американского производства. Очень удобная сейлка для семеноводства. Ну, так же мы можем сказать всевозможное лабораторное оборудование, которое необходимо для селекционного процесса. Необходимы машины для удаления метелок. Если мы начинаем на циркельной основе производить простые гидриды, значит, там нужно 100% удалять метелки. Нужны машины соответствующие, потому что грудь, ну, вероятно, невозможно убрать. Нужны всевозможные техники. Допустим, когда начнешь производить простые гидриды, родительские формы могут значительно отличаться по срокам цветения. Следовательно, лихть надо сеять в разные сроки. Для того, чтобы подсеваться в простые формы, нужны тоже специальные сейлки, двухрядные, четырехрядные. Поэтому, больше всего, больше всего, сейчас нужно будет уделять внимание технике и оборудованию. Естественно, есть еще другие проблемы. Значит, в наших азарных вузах надо восстанавливать кафедры генетики, кафедры селекции, обучать молодых людей. Для нас сейчас вообще на самый первый план выходит отсутствие кадров. Каждого молодого человека, молодую девушку, которые захотят прийти и работать в селекции, вы бы видели, как мы детствуем и обхаживаем, чтобы они наконец-то приобрели, защитили диссертацию, приобрели квалификацию и начали самостоятельно вести какие-то нам направления селекции. Это большой, комплексный труд. Мы начинаем эту работу со школы, с колледжа, с аграрного университета, и то, пока не добились большого успеха. Был молодой человек, который у нас работал, но его опять-таки переманили в иностранную территорию. Может быть, не совсем в тему, но вот звучит предложение у Минсельхоза обнулить НБС при покупке семян. Вам бы это помогло или нужна более сильная поддержка? Я не знаю, что последних трех или четырех лет были на едином сельхозналоге и работали без НБС. Для тех хозяйств, которые покупают значительные объемы семян, это было крайне неудобно. Почему? Потому что они теряли НБС. С тех пор, как мы начали работать с НБС, то есть при системе налогообложения такого как единый сельхозналог, изменили НБС. На верно на семена это 10%. И у нас уже с нашими клиентами не возникает таких вопросов. И все другая сторона, теперь все средства защиты, удобрения, техника, которые мы покупаем, у них 20% НБС. И цены такие, что наши 10% могут в отдельных случаях даже не покрывать. Поэтому нам, например, невыгодно, чтобы обнулить НБС. Это значит, что одни будут его платить, а мы не будем, тогда опять мы станем неудобнее. Понятно. Скажите, пожалуйста, какие преимущества получают российские аграрии, когда они обращаются к вам за семенами? Во-первых, мы рекомендаем всеми рекомендациями. Каждую весну и осень мы ездим по всем регионам, бываем в крупных или в тех хозяйствах, которые нас приглашают. Если некоторые хозяйства хотят получить агрономическое сопровождение, сопровождение с точки зрения улучшения питания растений, у нас есть другая иная фирма, которая занимается этим вопросом. Затем, естественно, если сегодня, например, у нас страны семена стоят до 18 тысяч рублей, то самые раненые, самые дорогие у нас семена стоят 3500 рублей. Но сюда входит еще доставка. Представьте себе Кабардино-Балкария и Омск, или Казахстан, или Монголия. За сколько нам отходится внутри этой цены доставка. Затем, преимущество наше самое главное, это то, что мы производим семена в тех гибридах, которые мы сами создали. То есть мы семена родительских форм не отдаем неким семеноводческим фирмам для выращивания семян и самостоятельной реализации. Все семена, которые продаются, продаются напрямую от агрофирмы «Отбор», и мы несем полную материальную ответственность за качество семян. За 30 лет у нас не было еще ни одной рекламации по качеству семян. Вот эксклюзивность наша является нашим главным таким преимуществом. И максимально лояльное отношение с покупателем. Принцип покупателя всегда прав. Всегда уйдем на встречу с покупателем, а именно эти покупатели в прошлые годы доказали аккуратность в выполнении графика платежей. Платежей мы даем крупным хозяйствам, которые покупают большие объемы, даем некие отсрочки, строго оговоренные договора. И вот таким образом пытаемся находить гибкую систему для того, чтобы взаимодействовать со всеми нашими клиентами. Качество семян – это очень важно, потому что, особенно сейчас, вот в марте, в апреле стали частыми случаи, когда привозят вроде бы мешок с логотипами, со всеми товарными знаками, но при этом внутри содержатся очень странные семена, и агрария от них даже отказывается. По поводу качества я хотел бы дополнить. В 2020 году мы запустили собственный завод по калибровке кукурузы, 5000 тонн его производительность. Удается нам там делать, ну, скажу, без ложной скромности, идеальные семена. Значит, они получают в высшей степени хорошую калибровку, выровненные, значит, внутри каждой партии выровненные семена, затем получают отличную, отличную обработку, то есть проправливание, затем в автоматическом режиме происходит, значит, распаковка, и в автоматическом режиме происходит палетирование. Все палеты обвязываются специальной жесткой лентой, обмакываются с прейс-пленкой, и семена доходят до потребителей в абсолютно целом, хорошем, красивом состоянии. Потом мы полностью изменили свои миски для кукурузы. Берем более плотную бумагу, сделаем с трехслойными мисками, логотипами, с прейс-кодом, с этикеткой, то есть на каждом партоне указываем, какое хозяйство идет этот партон, вплоть до реквизитов полных, для того, чтобы хозяйство получали и знали, что присланные семена строго соответствуют договору. Понятно. Хочу вас еще спросить о будущей работе компании. Собираетесь ли вы увеличивать площади участков гибридизации? Может быть, какие-то новые научные открытия у вас будут, новые гибриды на подходе? Планируете ли вы завоевывать рынок еще больше? С учетом санкций? Да, с учетом санкций или без санкций. Кстати, мы не приветствуем, скажем, какую-то самоизоляцию. По-любому конкуренция нужна, мы так считаем. И то, что касается наших планов. Да, конечно, у нас продолжается коллекционная программа. Мы считаем, что мы набрали довольно хороший исходный материал. И, значит, в 2021 году у нас были такие серьезные испытания новых гибридов. И мы надеемся, что теперь на рынок мы будем доходить с простыми гибридами, которые будут конкурировать, значит, со всеми специалистами на рынке гибридами, как же в своей группе стоимости. Вот это время, в 2020 году мы сдали этот завод, мы успели купить интеллектом, мы успели купить селекционный комбайн, мы успели купить машины, которые изоляют метелки. Единственное, что нам не хватает, это некое оборудование для калибровки родительских форм. И не хватает вот пару комбайнов для уборки початков именно. Теперь по площадям. Мы арендуем в муниципалитете 2500 гектаров земли. Нам удается разместить участки гибридизации на обрабатываемых нами земля максимально где-то до 1000 гектаров. Чаще 800, а иногда до 1000 гектаров. Для того, чтобы достигнуть той мощности, которой обладает завод, и те планы и бизнес-планы, которые были приняты в момент начала строительства этого завода, нам не хватает 2500 гектаров земли. Мы, конечно, с этими вопросами обращаемся. Надеемся, что они будут решены положительно. Но вы понимаете по предварительным вашим изучениям, что 17 гектаров разные гибриды требуют пространственной изоляции, и все подряд гибриды рядом сеять нельзя. Да. Поэтому проблема с землей еще вас останавливает. Мы занимаемся и вопросами оращения. Сейчас получается для того, чтобы любая фирма семеноводческая развивалась. Первое – это кадры. Второе – это земля. Третье – это техника. Четвертое – для стабилизации урожайности. Третье – это оращение. Вот эти четыре составляющие по этим направлениям понадобятся поддержки. Понятно. Насул Азрит Алиевич, я так понимаю, что у вас еще есть уникальный опыт выращивания кукурузы на наутиле. Отличается технология от выращивания на классике? Не могу не задать этот вопрос. У нас много подписчиков. Она не только отличается, безусловно отличается. А именно чем? Когда мы начали работать в Росландинском районе, это такой же Росландинский район, самое первое, на что мы обратили внимание, это дефицит влаги. И с первых лет здесь работы приобрели джерновые компании, которые измельчают, разбрасывают колонки. Сперва мы делали глубокое расстояние, потом мы делали мелкую обработку. Затем появилась информация по поводу нулевой технологии. Агрономы и мой компаньон поехали в Агросоюз, побывали на конференции. И с 2012 года мы используем нулевую технологию. Не собираемся ее менять. Мы ее используем именно в том первозданном виде, без всяких модификаций. То есть мы не культивируем, не пастом, не дискуем, ничего не делаем. Мы сеем, сеемки прямого села и пропасные, и зерновые. Мы высеваем культуру, проводим соответствующие обработки. Интердексидные, там инсердексидные, кондексидные. Убираем. И опять-таки всю колонечку и часть, значит, урожая оставляем, равномерно распределяем по поверхности поля. Мы выращиваем семена не только в кукурузе, мы выращиваем семена, зима и ценицы, шести сортов. То есть вся наша площадь до последнего гектара, она занята семенными поселами. Если взять вот так вот, 800 гектаров, допустим, ценицы, 800 гектаров кукурузы, 800 гектаров горох. Вот такая система земледелия. Мы считаем, что нулевая технология дает значительные возможности. Где мы это ощутили? Как только мы перешли на эту технологию, у нас началось постоянное строительство. Сперва мы построили завод по зерновым, крупяным и бобовым культурам. Потом мы построили завод родительских слов. Потом мы построили калибровочный цех для родительских слов. Потом мы построили завод вообще по первому поколению. И вместе с тем у нас нет задолженности ни перед людьми своими, ни по арендной плате, ни по другим каким-либо платежам. Удается не листоками, но удается пока выкручиваться. Понятно. То есть рентабельность наутива, она себя показала в развитии вашего хозяйства. Так мы считаем, да. Расул Азриталевич, мои вопросы закончились. Может быть, вы хотите что-то еще добавить нашим слушателям, подписчикам? Я хочу слушателям пожелать хорошей, плодотворной работы на земле. Я думаю, что земледелие и животноводство – это труднистые отрасли, когда требуется и знание, и искусство, и терпение, и большие вложения. Мы будем уверены в возврате. Поэтому, хотя все в Российской Федерации считают, что сельское хозяйство развивается успешно, но это благодаря самоотверженному труду людей, которые работают на земле. И это их просто образ жизни. Я не думаю, что они получают большие прибыли. Можем четко знать по себе. Я не думаю, что они имеют большие возможности. Я имею в виду относительно небольшие хозяйства, страховки, где ничего не могу сказать. Поэтому желаю всем хорошего урожая. И все планы, которые они строят, в лучшем случае, в лучшем виде пусть сбудутся. И своим клиентам, возможно, кто-то из них нас увидит, я желаю богатого урожая, продолжения нашего сотрудничества. И чтобы они всегда были довольны теми результатами, которые они получают, используя наши семена.